Всем доброго времени суток! Сегодняшним видео уроки я хочу показать вам, как можно сделать вот такой вот листопад. Это очень простой урок для фотошопа. Мы просто делаем анимацию листиков. Итак, приступим. Я сейчас закрываю все панели и удаляю все ненужные слои. Вот у меня осталась одна картинка. Для того, чтобы нам лучше было видно, где рисовать листики, мы создадим еще один слой. Подходим к панели слои, нажимаем на кнопку создать новый слой левой кнопкой мыши и у нас появился новый слой. Давайте зальем его каким-нибудь цветом. Ну вот, к примеру, вот таким синим. Я специально беру контрастный цвет для того, чтобы нам легче было увидеть наши листики. Выбираем инструмент «Заливка» и заливаем наш слой. Теперь поменяем их местами. Для этого левой кнопкой мыши зажимаем верхний слой и опускаем просто вниз. Вот наши слои поменялись местами. Теперь нам нужно определиться с цветом наших листиков. Чтобы они не выделялись от основного цвета нашей картинки, мы возьмем эти цвета непосредственно с нашей картинки. Берем инструмент «Пипетка» и выбираем на картинке тот цвет, который нам нужен. Ну вот, я хочу взять вот такой коричневатый. Щелкаю левой кнопкой мыши по этому месту и у меня появился, вот видите, такой коричневый цвет. Теперь мы можем отключить верхний слой. Выключаем его видимость. И добавляем еще один новый слой. Поменяем их местами. И переименуем вот этот слой. Назовем его просто единицей. Для этого дважды щелкаем левой кнопкой мыши по вот этой надписи. И нажимаем на клавиатуре единичку. Нажимаем клавишу Enter. Вот у нас есть первый слой. Теперь нам нужно выбрать кисть. Для этого заходим в кисти. Нажимаем на вот этот треугольничек. И видим, у нас здесь стоят стандартные кисти. Нам нужно сюда еще загрузить наши листики. Переходим к вот этой кнопке. Нажимаем на нее левой кнопкой мыши. И ищем. Можно загрузить кисти, а можно заменить кисти. Я всегда беру заменить, чтобы потом не путаться, в какой библиотеке у меня какие кисти. Итак, я нажимаю заменить, ищу осенние листья у себя и нажимаю загрузить. И вот вы видите, загрузились наши листики. Я хочу выбрать вот, к примеру, вот этот листик. Или давайте вот этот возьмем. Цвет у нас есть. Ну и теперь нам осталось только рисовать на этом холсте наши листики. Вот я в хаотичном порядке, там где хочу, там и ставлю эти листики. Видите, программа сама ставит их в разном порядке, совершенно не одинаково. Ну вот, это меня устраивает. Это первый слой с нашими первыми листиками. Теперь нам нужно добавить еще один слой. Добавляем еще один. Сразу же переименовываем его на двойку. Напоминаю, левой кнопкой мыши дважды щелкаем по названию слоя. И набираем цифру 2 на клавиатуре. И не забываем нажать клавишу Enter. Давайте сделаем немножечко ниже на этом слое. Точно так же кистью рисуем наши листики. Вот я вот так вот, чуть ниже, будем имитировать их падение. То, что они в хаотическом порядке располагаются, это даже лучше. Добавляем еще один слой. Переименовываем его. Первый можно отключить, чтобы он нам не мешал. Стоим обязательно на третьем слое. И начинаем рисовать следующие листики еще ниже. Вот так они у нас будут падать. Я сейчас делаю это очень быстро. Вы можете посмотреть еще, подумать. Может быть где-то по-другому расположить их. Это не столь важно. Добавляем еще один слой. И делаем те же операции. Второй мы можем отключить, чтобы он нам не мешал. Третий вот так. Добавляем кисти. И я сделаю еще один слой. Добавляю пятый. Переименовываю его. Третий отключаю. А здесь рисуем следующие кисти. Вот так. Вот здесь можно добавить. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Если мы включим сейчас анимацию, то наши листики будут падать. Заходим в окно, анимация. И у нас появилась панель анимации. Я сейчас удалю все лишнее отсюда. И выключу пока слой с нашей фотографией. Итак, у меня стоит первый кадр. Здесь я поставила время 0,3 секунды. Напоминаю тем, кто не знает. Вот нажимая на вот этот треугольничек, можно выбрать другое. И здесь выставить то время, которое вам нужно. Я поставила 0,3 секунды. Здесь тоже, если нажать на треугольник, нам нужно выбрать постоянно. Итак, мы стоим на первом слое. И на первом кадре. Все остальные слои отключаем. Теперь добавляем еще один кадр. И на нем включаем второй слой. А первый отключаем. Добавляем третий кадр. И точно так же включаем третий слой, второй отключаем. И так далее до самого конца. Вот у нас 5 кадров и 5 слоев. Давайте посмотрим, как падают наши листики. Вот прекрасно так падают наши листики. Теперь нам нужно добавить сюда еще другой вид этих листиков. Я хочу добавить сюда еще кленовый листик. Ну вот, к примеру, давайте возьмем вот этот листик. Но желательно, чтобы он был желтого цвета. Поэтому я включаю нашу картинку. Беру пипетку. Выбираю желтый цвет листиков. Ну вот, мне такой нравится. Или можно чуть-чуть темнее взять. Нет, все-таки вот этот светлый. Выбрали цвет. Теперь выключаем картинку. Стоим на первом слое. И берем кисточку и рисуем наши кленовые листики тоже в хаотичном порядке. Между теми листиками, которые мы уже нарисовали. Ну вот так где-то. Переходим на второй слой. И рисуем дальше, ниже, под теми листиками, которые у нас были. Точно так же, как и в первом случае. Мы немножечко меняем. Отключаем первый слой. Включаем третий. Переходим на него. И рисуем дальше. Здесь сложного абсолютно ничего нет. Но эффект получается очень интересный и красивый. Точно так же делаем на четвертом слое. Немножечко ниже рисуем листики. Я делаю сейчас это быстро. Я думаю, что принцип вам понятен. Переходим на пятый слой. Третий отключаем. И делаем то же самое. Я добавляю новые листики. И теперь точно так же нам нужно выставить анимацию. Стоим на первом кадре. Стоим на первом кадре. Это отключаем. Включаем только первый слой. Переходим на второй кадр. Выключаем первый. Включаем второй. Переходим на третий кадр. Отключаем первый. Включаем третий. И точно так же четвертый и пятый. И просмотрим теперь, как падают наши листья. Вот видите, как прекрасно падают наши листики. Останавливаем анимацию. Выключаем синий слой. И включаем нашу картинку. И теперь посмотрим, что у нас получилось в готовом виде. Вот видите. Получилась такая очень интересная анимация. Вы сюда в средину можете добавить еще свои фотографии. Можно клип-арт какой-то. Можно еще что-то добавить. Можно сделать прекрасный стиль. Для программы про шоу-продюсер. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.